Всем привет! Сегодня я хотела бы сделать видео апдейт, в котором я вам расскажу, почему меня так долго не было на канале, что у меня вообще нового в жизни и какие у меня планы на будущее. Начну с того, почему меня не было так долго на канале. Многие, наверное, кто смотрели мои предыдущие видео, знают, что у меня пропадало вдохновение и я просто не знала, о чем снимать. На данный момент у меня абсолютно противоположная ситуация, я знаю, о чем снимать, у меня просто куча идей, я надеюсь, на всю тему я смогу снять видео. На моем канале я хочу добавить немного фэшн-видео, делать глупбуки. Мои разговоры по поводу советов и по поводу обсуждения каких-либо тем это останется точно, потому что мне очень много есть, что рассказать. Также я хочу снимать больше влогов, потому что для меня сейчас на влоге это самые интересные видео, я обожаю их смотреть и снимать, это просто одно удовольствие. И как я по вашим комментариям, вам тоже нравится их смотреть, поэтому будем снимать. В моей жизни случилось давно немного перемен, самые важные я написала, чтобы вам рассказать, но я больше буду о них говорить во влогах и делать отдельные видео, но хотела бы в этом апдейте вкратце просто рассказать вам и поделиться своими новостями. Во-первых, у меня появился парень, с которым я уже полгода, и у нас очень серьезные отношения, которые, я бы сказала, первые мои серьезные нормальные отношения. Я безумно рада и счастлива, и вся в любви, поэтому это очень приятная вещь, которая со мной произошла. Вы увидите моего парня 100% во влогах, ему очень понравилась идея того, что я хочу снова делать видео, он меня очень в этом поддерживает, и уже сказал, что обязательно примет участие в моих видео. Следующая новость, это, наверное, многие из вас знают, что я получила водительские права, и мне родители купили машину, поэтому теперь везде я езжу на машине, что мне тоже безумно радует. Я всегда очень любила машину, и для меня водить это что-то такое вообще необычное, потому что я... Все, наверное, кто в моем возрасте, в 19-20 лет, когда вот этот период заросления происходит, не особо быстро к нему привыкают. Допустим, для меня тот факт, что я живу одна, хожу в свой банк сама и делаю свои страховки, оплачиваю сама, для меня это настолько непривычно еще, потому что я же ребенок, как я так уже и машину ввожу, и одна живу прям, и в отношениях таких серьезных, и для меня это очень как волнительно, и иногда это страшно немного, но мне очень нравится, мне кажется, я вполне удачно все преодолеваю. Очень много на своем опыте и ошибках научилась, и хотела бы с вами многим поделиться, но это в следующих видео. Также я уже написала в Инстаграме, что два дня назад я была на интервью, и мне предложили работу, которую я очень сильно хотела, я на нее подала заявку, и меня туда приняли, и я пошла на интервью, и она была очень хорошая, расслаблена, я не волновалась, вообще ничего, потому что я была настолько уверена, что эта работа для меня, что я даже ни о чем не задумалась, просто говорила, была собой полностью. И я им очень понравилась, и это настолько важная и ответственная вещь, это реальная работа, это не практика, это не part-time job, это реальная работа. Я посмотрю, как я могу это совмещать с колледжем, в принципе, с колледжем у меня пока никаких напряг нет, я все делаю вовремя и начинаю все раньше, поэтому я надеюсь, у меня все получится. Про эту новую работу я расскажу в своих следующих видео, я не хочу зацикливаться на этом видео по поводу работы, но это работа, связанная с фэшеном, и я во главе одного маленького проекта, который там происходит, поэтому, в общем, это потом, я не буду пока ничего рассказывать. Также я сюда смотрю, потому что у меня тут записи. Также я хотела рассказать, о чем я хочу снимать видео. Недавно я смотрела одну девочку, которая снимает YouTube-видео тоже, и она сделала серию видео про минимализм. И я, конечно, слышала, что такое минимализм, но я никогда про него прям не изучала, не смотрела. И когда я увидела ее видео, меня не очень вдохновили, и я начала как бы приводить в порядок все в своей квартире и избавляться от того, что мне не надо, потому что у меня было столько много вещей, которые я просто, когда переезжала, как положила их на те места, так они там и лежали. И очень многие вещи, из которых я просто выросла, которые я там купила лет в 16-17, с тех пор не носила. Я, в общем, начала процесс как бы организации и чистки всего, не только в доме, но еще чистки всего, как бы странно это звучало в голове. Я начала рассказывать все по полочкам, я написала все свои задачи, которые мне надо сделать, и то, чего я хочу достичь в течение 50-15 лет. Об этом я хотела бы сделать видео. Я специально оставила место, которое я еще не начала прибирать и чистить, поэтому я сделаю видео, не знаю, в форме блога или в форме такого просто видео-совета. И покажу вам, что я конкретно делаю, и как мне это помогло, и мне это настолько, если честно, облегчило жизнь, что я начала смотреть на вообще все вещи абсолютно по-другому. Я начала больше успевать везде. Я чувствую себя гораздо более организованной, и поэтому я очень хочу сделать видео на эту тему. Также я хотела сделать видео-апдейт по поводу своего веганства. Меня многие спрашивали, да, я все еще веган, и мне безумно это нравится, я чувствую себя отлично. Я немного похудела, где-то на 3,5 килограмма с тех пор, как я стала веганкой. И это очень легко. Я вам покажу, что я кушаю, ну, это, наверное, в течение блогов. И может сделать какие-то видеорецепты, потому что с тех пор, как я встретила своего парня, мы очень часто готовим месть, и я просто готовлю для него. Поэтому для меня кухня, еда, рецепты готовить — это одно наслаждение сейчас. И тем более, с тех пор, как я живу одна, мама больше меня не готовит, поэтому надо, чтобы кто-то меня кормил. В общем, на эту тему будут видео, и также, естественно, влоги будут обязательно, потому что это одно из самых моих любимых видео, чтобы снимать. И на выходных я постараюсь сделать свой первый лукбук. У меня еще, по-моему, на канале не было лукбука, где я прям показывала свои аутфиты, но я запланировала на субботу, я уже приготовила, что я с чем одену, и где я буду снимать. Поэтому в субботу я постараюсь сделать свой первый лукбук, и также я хочу записать видео о своем проекте и о своей новой работе, которую я получила. Это все, что я хотела на сегодня вам рассказать. Оставайтесь на моем канале, если вам интересно. Если у вас есть какие-то пожелания по поводу следующих видео, то скидывайте мне их внизу. Я пока не знаю точно, по каким дням я буду выставлять. Честно говоря, на данный момент я, наверное, не буду выставлять по каким-то конкретным дням, а посмотрю, как у меня со временем. Но когда я войду уже в режим снимать опять видео, я обязательно сделаю дни, по которым я буду выставлять, потому что это будет легче и для вас, и для меня. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok